здесь спрашивают насчет антагонистических противоречий так далее так далее войны и так далее так вот третье обращение к логике говорится и тому подобное так вот опять-таки рекомендую почитать этому человеку написал записку сейчас нету что он по интернету передал но может услышит и расскажет мою книгу так вот и мою последнюю главу где я пишу что третье обращение интересного которое поставил свои книги не является источником то что в ней написано это просто поставил как показать того что своими знания если я скажу это мало послушай а вот нам даже представить других цивилизации говорят что мы идем не туда нужно пора менять и если они ничего не дают то значит нужно не ждать у бога сказать манны небесной а самим действовать потому что так сказать мы сами должны действовать чтобы самих себя спасать и не только знанием правильно можно и спасти вот поэтому и поставил просто если сказал бы это сам рассказал кто там а так все-таки единственная цель которую поставил там хотя не при налоге есть но она никакого отношения не имеет тому что связано с происходящим у нас есть противоречие и так далее возникает из-за того что смотрите естественно когда фальшивые представления искаженные применяются вот допустим что происходит сейчас угрожающий крыться голод идет по миру это ложь полнейшая не потому что действительно голод идет но почему он происходит а потому что социальные паразиты которые уже говорил не раз сегодня и вообще они создали систему которая специально порождает для того чтобы можно монапулировать из устраивать войны и разбираться добиваться что не хотят плюс из-за того что у них убогие представления вот они придумали химические вещества до удобрения вопрос только чего не удобрять или чего и что получаем получаем что допустим в китае сейчас каждый год 5-7 процентов водородина теряется вообще каждый год то есть это геометрическая прогрессия то сегодня в этом году 5-7 процентов на чужина 5-7 процентов меньше от следующий год от 100 процентов которые уже на 7 процентов меньше примеру это уже больше 10 процентов потом следующий год 12-15 то есть 10-15 лет и в китае не останется плодородных земель вообще и это произойдет из-за того что применялись техники которые сейчас современные высокоразвитые общества поменяют но представьте себе полтора миллиарда то может больше будет китайцев голову куда не кинуться двинуться на россию первую очередь и извините уже это не только теория до сейчас происходит они запланили донос то что власти принципе ведут себя неправильно с точки зрения делянки покупают китайцы не рассказывали просто срезать всю древесину все все корни выкапают перерабатывать потом снимает весь грунт плодородный вывозит и останутся мертвое место ввозит в китай и насколько знаю сделаны тоннели под землей под границей идущие по этим эшелоном все это выход китай это уже сейчас происходит и местные власти которые кроме денег в глазах ничего не имеют все это поощряет то если не сейчас уже выводят воду как за дерна из россии то представьте что будет через 10 15 лет но и даже в такой ситуации есть возможность решения проблем когда тоже за китае даже самую ничтожную земля может восстановлена очищен от ядов и так далее и так далее в америке на которых кричат вот мы там кто-то то-то высокоразвит общество в калифорнии в которой я жил довольно долго знаете там очень много было именно активности сельскохозяйственной активности то есть там выращивали виноград и цитрус четко не выращивали и все делали на химии так вот сейчас десятки тысяч если не сотни тысяч гитаров уже мертвы то есть саженцы каждое дерево которое в последнее время она погибает естественно они сажают новые саженцы не проживаются на этой земле гибнут почему то все эти удобрения называемые они действуют конечно когда вот нормальный плодорное сло существует в нем кольца гумус так называемый в нем живут миллиарды микроскопических организмов которые обеспечивают они перерабатывают падающие листья крупных животных перерабатывают плодородный слой это делать микроорганизмы а теперь химию бросили на плодородный слой химия попадает глубже с водами дождями и так далее начинает проникать и убивает этот эти микроорганизмы там не миллиарды там сексиллионы цифру невозможно что там на одном квадратнометре триллиона существ маленьких и вот погибать все естественно они сразу погибли естественно несколько лет бурный урожай потому что они мы создали плодородие на основании которого урожай идет а через несколько лет они погибли все что их кажется биомасса вытащено ресурсы были испорчены все мертвая земля вот что современные технологии да черт возьми можно все решить я специально кто почитает источник жизни показывает что на невозможных для произрастания большинства растений земли как известняк красная глина у нас все климатические поясов растут растения которые не могут быть принципе жить даже они растут в 5-10 раз быстрее урожая дают и так далее так далее то есть возможно решение проблемы все на основе других знаний на других представлениях все можно решить но им не выгодно потому что такая ситуация когда люди голодные составит воевать гораздо проще плюс уничтожает с помощью того же самим иск оружие европейского и сельское хозяйство по одной простой причине что европа отказалась принимать генометицированные продукты сша которых выращивают там полно ну правда сейчас меньше будет слава богу в этом плане но тем не менее который является генным оружием и направлено уничтожение людей то есть потребление генометицированных продуктов при большинстве второго три поколения происходит вырождение вот европа навязана европа обрекается пока отбивается пока так вот создавали специально создавали условия чтобы уничтожить сельское хозяйство заставить европу покупать генометицированные продукты пожалуйста а извините когда жрать хочется а здесь ничего нет уже уничтожено а тут дают хлеб который вы не видите что он ниже чем отличается к вкусу может быть хороший голодный человек что он сожрет его правильно извините заражение они понимают что поедая такой продукты второе третье поколение уже все вырождение полное то есть стерильность вот такие действия вот такая война и не понимаешь что война не обязательно когда пиф-пах его покойники покойник помните песенки поют сейчас давно уже можно без всякого пиф-пах уничтожать уничтожается между прочим так что дело нужно понимать это и с этим бороться и сказать и активно бороться